Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У меня голова мокрая. Сразу вас предупреждаю, потому что в комментариях знаю, что вы будете писать Айка по моему голову, как можно садиться и снимать мукбанг с такой жирной головой. Так вот, она у меня мокрая и не грязная. Сегодня у нас обычный азербайджанский хинкал. Какой-то у меня странный кефир, очень густой такой. Наверное, мама из деревни привезла. В общем, здесь у нас гранат. Давайте польем немножко гранатом. Вот так. Убожаю гранат. У меня ассоциации такие прям с осенью. Вчера, кстати, наконец-то приехала мамочка. Я очень соскучилась по ней. Она правда была очень усталая после всех этих мероприятий. Ну, прям как будто, знаете, дом заполнился людьми. Пить мы сегодня будем фантум. Кстати, рецепт. Вот такой прекрасный хинкал. Я вам обязательно оставлю в фоксе в описании. Переходите, смотрите, готовьте, потому что это очень вкусно. Давайте это аккуратненько переместим сюда. Что насчет новостей? Наконец-то моему коту лучше. Он потихоньку выздоравливает. Слава богу. Вообще, домашнее животное – это большая ответственность. Я это теперь уже поняла. Одно время я хотела взять еще с улицы собачку. Сейчас я понимаю, что я пока что не потяну. Мало ли что может произойти. Огромное спасибо всем за хороший комментарий под прошлым видео. Читала, прям улыбалась. Многие пишут мне про ситуацию с мобилизацией в России. Просят, чтобы я как-то прокомментировала. Как будто у меня какой-то новостной канал. Что могу сказать я? К нам приезжает очень много людей. Аэропорты переполнены россиянами, так скажем. Но я никого не осуждаю. Я считаю, что каждый сам решает. Мы как бы гостеприимно всех принимаем. У нас нет никакой агрессии. Мы еще, знаете, когда заметили, когда у меня дядя приезжал, столько было русских. В аэропорту было просто столько людей. У моей подруги, которая живет в Саратове, у нее есть парень. И ему пришла повестка, но он успел выехать со страны. Он успел выехать до того, как получил повестку. Дай Бог всем нам здоровья. Мирного неба над головой, чтобы это все поскорее закончилось. И никогда не возвращалась. У меня бабушка, которая прошла войну, она рассказывает про ужасы войны просто. Всегда говорила, не дай Бог, чтобы нигде в мире не было войны. Бабушка рассказывала, что брали просто всех. Просто всех, которые хоть как-то способны держать в руках автомат. И приходили обратно из десяти человек один приходил, и то в виде инвалида. Поэтому это все очень страшно. Некоторые мне пишут, Айка, тебе все равно то, что происходит. Сидишь, кушаешь и так далее. Ребят, я выскажусь, я не выскажусь. Какая вот разница. В том плане, что я не могу ничем помочь людям. у нас просто сухопутная граница с Россией закрыта. Прилететь можно только на самолете. и рейсы тоже ограничены. И вот когда прилетает самолет, мы когда последний раз были в аэропорту, буквально пять дней назад, в аэропорту был просто хаос. Столько людей. Мы можем только надеяться на то, чтобы все это поскорее закончилось. И нигде вообще на земле никогда не было войны. Вот на что я надеюсь. Потому что у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу страдания матерей, которые встречают эти гробы. Человеческая жизнь, она бесценна. А все остальное мелочи. очень вкусно. Я пробовала в ресторанах это блюдо, но оно получается не настолько вкусно. Возможно, они используют не такое уж хорошее мясо. Или не досаливают. я люблю, когда блюдо соленое. Вот моя бабушка всегда рассказывала про свою бабушку. Бабушка всегда говорила, вот когда меня не станет, ты тоже рассказывай про меня. У меня, честно, машинально получается. Я что-то, например, начинаю говорить и сразу вставляю фразочки бабушки, которые она говорила при жизни. Она всегда говорила, вот я говорю эти вам вещи, но меня скоро не будет. Мы всегда то есть угорали с этой фразы. В смысле не будет, ты еще сто лет жить будешь. Сколько бы человеку не было, все равно на сто процентов никогда не готов его потерять. Даже если бабушки там сто тридцать лет. Некоторые просто в комментариях умненькие пишут мне, что ты там, не знаю, переживаешь. Дай бог нам всем прожить столько лет. Поверьте мне, сколько бы не было лет человеку, это никак не влияет. влияет то, насколько ты привязан к этому человеку. То есть, ты не можешь сказать, вот она прожила, например, сто лет и нормально. но мы все сделали, как полагается. Приехал еще мой дядя, он тоже во всем в этом участвовал. И именно в этом году дорога в деревню ремонтируется. Просто в ужасном состоянии дорога. долго мы ехали. Самое главное, всех встретили, всех накормили, во всем помогли. У нас получается, я вам уже говорила, что каждый четверг и пятница поминки каждой недели. Но в последнее время, из-за того, что в деревне это очень затратно, уже многие перестали это делать. Например, после похорон одни поминки в четверг и пятницу и все. Но бабушка просила, чтобы каждую неделю до ее 40 дней каждую четверг и пятницу устраивали поминки. Мы так и сделали. Поэтому, я думаю, в любом случае, бабушка смотря на нас с небес, мне кажется, очень довольна всем тем, что мы сделали. А вообще, в моей жизни, мне кажется, это первая такая потеря серьезная. Дедушка умер еще очень давно до моего появления. это папа папы. бабушка А со стороны мамы, бабушка и дедушка, я с ними не настолько близко общалась, я не с ними росла. Конечно, это тоже для меня была очень большая утрата, но у меня не было связи с ними настолько. дай бог нам всем здоровья, чтобы мы с вами дожили до 100 лет, берегите себя, своих близких, мужчин. На этом все. Гранат тоже был такой достаточно кислый, но он всем обожаю граната. Надо посадить у нас обязательно дерево хорошего сорта. На этом все, спасибо огромное, что досмотрели, не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка, пока! Айка!